Каждое утро Татьяна Ивановна, которая в этом году отмечает свой 75-летний юбилей, начинает с древнекитайской зарядки цигун. О ней она узнала из онлайн-занятий Одинцовского клуба «Активное долголетие». Также предпочитает йогу, упражнения по поддержанию осанки и сохранению здоровья спины. С возобновлением групповых занятий снова планируют их посещать, но сейчас больше увлечена творчеством и танцами. Татьяна Ивановна – активный участник клуба «Серебряные орфеи», в рамках которого представители старшего возраста осваивают бальные танцы и читают стихи. Терем темный, блеск зеленый, на шелковой купыри, «Уведу тебя под склоны вплоть до маковой зари». За время самоизоляции пенсионерка самостоятельно освоила онлайн-технологии и научилась пользоваться смартфоном на отлично. Разобралась с приложениями, активно общается в мессенджерах, освоила Инстаграм. И теперь постоянно участвует в онлайн-викторинах и марафонах, занимает призовые места. Больше всего увлечена фотографией. Свои навыки совершенствует на занятиях мобильный фотограф онлайн. Там снимают натюрморты и здания, делают селфи, но больше всего любят пейзаж. В Нижнем Новгороде я увидела такой пейзаж, значит, река Волга. Мы плыли на теплоходе к Макаревскому монастырю. И, значит, река Волга и на берегу реки, у самой воды, белоснежный Макаревский монастырь. Я его засняла и получила призовое место на фотоконкурсе за эту фотографию. Снимает Татьяна Ивановна в основном на смартфон, но на даче пользуется и фотоаппаратом. Предметом фоторабот становится семья и урожай. Ведь наша героиня – заядлая огородница, выращивает овощи, зелень и ягоды, из которых потом делает варенье. Я люблю угощать. Сладкое я особенно сама не кушаю, но угощать люблю. Приходит в гости, и я открываю баночку варенья, и мы с удовольствием пьем чай. Самое важное для нее – это творчество и общение. Поэтому, несмотря на освоение онлайн-технологий, возобновление групповых занятий в клубе «Активное долголетие» Татьяна Ивановна восприняла с энтузиазмом и радостью. Признается в коллективе лучше и веселее. И уже договорилась с преподавателем о новой для себя активности. Мечтает научиться вязать крючком. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».